Застолье между собутыльниками закончилось поножовщиной. Это тяжкое преступление было совершено сегодня в половине четвёртого утра в одном из домов по улице Шишкова в Алатауском районе Алматы. В полицию тревожную информацию сообщили соседи, которые обеспокоились криками и шумом, доносившиеся из злополучного дома. Полицейские выяснили, что ножом был серьёзно ранен один из участников застолья. С перерезанным горлом его срочно госпитализировали. Однако зачинщик потасовки всячески пытается уйти от ответа, считая себя невиновным. Остальные собутыльники в своих свидетельских показаниях дают более подробную информацию случившимся. Он ворвался, получается, разбудил меня и начал с ножом кидаться сразу же. Потом мы его, как бы, нож отбили у него. Да я вообще не знаю. Они вообще здесь прибежали, как он начал здесь это вот так вот. И с ножом кидаться. И с ножом, блядь. Я вообще не знаю. На первоначальном этапе действия задержанного квалифицируется как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, за жизнь которого сейчас борются врачи. Не исключена правовая переоценка содеянного на покушение на убийство. Минувшие ночи в микрорайоне Шанрак загорелся жилой дом. В момент возгорания домочадцы, в том числе малолетние дети спали. От едкого запаха дыма первым проснулся отец семейства. Только чудом никто из жителей не пострадал, чего не скажешь о самом строении. По словам хозяина дома, гореть начало в коридоре, а затем огонь перекинулся на крышу. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. С ним боролись сразу несколько пожарных расчётов, Алатавского района. Полиция Алматы разоблачила группу серийных грабителей. Их очередной жертвой стала 20-летняя жительница Медеусского района, возвращавшаяся домой в 4 утра. Под угрозой физической расправы трое мужчин отобрали у неё сумку со 138 тысячами тенге. На противоправные действия неизвестных обратил внимание проезжавший мимо оперуполномоченный УВД Медеусского района, которому принятыми мерами удалось задержать одного из налётчиков. Двое остальных фигурантов пытались отбить своего приятеля у полицейского и оказали ему активное физическое сопротивление. Правда, эта их попытка оказалась тщетной, и они иритировались. Спустя несколько часов полицейскими беглецы были задержаны. Все они оказались жителем Ильинского района Алматинской области. В ходе дальнейших следственных действий потерпевшие опознали данных лиц. Данные лица в данный момент находятся в изоляторе временного содержания ДВД города Алматы. Между тем, разоблачённые грабители полностью признались и в ограблении человека, и в применении насилия в отношении представителя власти. Данный полицейский, который держал Сабира, представился тебе? Представился. Кем представился? По данным криминальной полиции города, в настоящее время проверяется причастность этой группы к другим преступлениям. По предварительным подсчётам, эта цифра уже составляет пять. Грузчик одной из торговых точек оптового рынка Алматы задержан при попытке кражи чужого имущества. Причём молодой человек посигнул на товар работодателя, ставшего ему в период совместной работы вроде близкого родственника. Мой муж ездит, ночью ему уголь привозят. Деньги даём, всё удовольствие сделаем. У меня дома до Стархана есть накрытый, я на стол приношу им на кушать. Ребята, где тамаром так и пирем. Сол тамаром так тамаду осен. Он берёт товар ночью, ворует спокойно, складывает в эту будку. А чтобы эта собака не царапала, собаку коротко привязывает он. И она же ночью, он начинает воровать и выносить. При этом владельцы торгового контейнера уверены, что преступная деятельность их работника носит исключительно серийный характер. Они делятся, что часто стали замечать пропажу продуктов питания, а порой и денежных средств в монетном эквиваленте, хранящихся в таре из-под конфет. Я, например, столько мелочи, я, например, не унесу же с собой. У меня здесь 50-60 тысяч тенге лежит у меня. Минимум это лежит у меня. Минувшие ночи очередная попытка фигуранта обогатиться чужим не удалась. Его задержал работодатель, оставшийся ночевать на рабочем месте. Следственно-оперативная группа РУВД, тщательно исследовав место преступления, установила, что в закрытый на замок контейнер молодой человек проникал через заранее подготовленное отверстие с верхней стороны строения. Предметное расследование по факту имущественного преступления ответит на вопросы, сколько именно эпизодов краж было совершено грузчикам и какова сумма нанесённого им материального ущерба. В три часа ночи в экстренные службы города поступило сообщение о взрыве в одном из домов по улице Тобаяково в Житсуйском районе Алматы. Спустя минуту выяснилось, что в одну из комнат жилого дома, сдаваемого в найм нескольким семьям, произошёл взрыв газовоздушной смеси, образовавшаяся в результате неполадки используемого газового баллона. Ожоги различных степеней получила семейная пара. Их госпитализировали. Другие жильцы дома и самостроение не пострадали. По данным Центра оперативного управления Департамента внутренних дел Алматы, за минувшие сутки в городе были зарегистрированы 168 преступлений и происшествий, 81 из них раскрыто по горячим следам. В том числе два изнасилования, восемь грабежей, 96 краж чужого имущества, 21 хулиганство, зарегистрированы 16 дорожно-транспортных происшествий, 17 человек травмированы.